Вместо того, чтобы воспринимать случившееся с вами как наказание, скажите, «Так не должно быть. Я праведность Божья через веру. Так не должно быть». Если вы заболели, скажите, «Нет, нет. Завершенная работа Иисуса — это исцеление. Я не соглашаюсь с болезнью. Я принимаю свое исцеление. Он заплатил за мое исцеление. Ранами его я исцелен». Нигде в Библии не говорится, что ранами его я болен. Написано, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он заплатил за них. Он взял на Себя ваши немощи и понес болезни, чтобы вам нечего было брать. Он взял на Себя ваши грехи и осуждения за грех, чтобы освободить вас от осуждения. Он был наказан вместо нас. Вы понимаете, что Его били плетьми, вырывая куски мяса, обнажая кости. Его лицо так сильно опухло. Он был настолько обезображен, что утратил человеческий облик. Ради чего? Ради того, чтобы сполна взять на Себя наказание за грех, чтобы вам ничего не досталось. Всякий раз, когда Он падал, Ему бы полежать, глядишь, и не били бы больше. А Он находил в Себе силы подняться. Исполна испить ту чашу, которая была Ему уготована. Можно сказать, Он взял их измором. Он взял на Себя все мыслимые и немыслимые обвинения. Предъявите их Мне. А потом Его распяли. Словно и этого им было мало. Распните Меня. Затем во второй главе Деяния написано, что Он спустился в ад и испытал на Себе адские муки. Мало того, что Он был обезображен, Он испытал адские муки, чтобы вам не пришлось. Но на третий день, когда все было кончено, до дна испив чашу суда и гнева Божья, Божья слава, обитающая в нем, вдохнула в Него жизнь. Божья слава воссияла в глубине ада. И Он возгласил, «Смерть, где Твое жало? Ад, где Твоя победа? Отдайте Мне ключи! Я пришел отпустить пленных на свободу. И если сегодня вы находитесь в плену, у чего бы то ни было, я принес вам добрые вести. Вы свободны. Вы свободны. 2 Петра 3.9 Мы отошли от темы, но все же... 2 Петра 3.9 2 Петра 3.9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то промедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это сердце Бога. Это Его отношение ко всему миру. Он никого не хочет погубить. Он хочет спасти весь мир. Другой вопрос. Захотят ли люди Его принять? Он хочет обратить их к себе. Это Его желание. Он не размахивает домокловым мечом. Наступит день, когда Христос придет, чтобы судить этот мир. Мы это знаем. Евангелие от Иоанна 12.48. Мы читаем, что наступит день, когда Христос вернется, чтобы судить мир. До той поры Сын Человеческий был вознесен и понес наше наказание. И продолжает его нести. Это время придет. А сейчас Он просто пытается обратить к себе весь мир. Так что Бог никого не хочет погубить. Вы слышите? Бог никого не хочет погубить. Да что вы говорите? А как же из-за митресения и другие катаклизмы? Это проделки сатаны, которые контролируют первые и вторые небеса и землю. Библия называет его Богом века сего и князем, господствующим в воздухе. А нам-то что делать? Применяйте свою власть. Вы праведность Божья. Как только увидели потенциальную угрозу, тут же, во имя Иисуса, которым я служу, я праведность Божья, со мной этого не случится. Ты ко мне не подступишься. Провозгласите кровь Христа. Вы смирились с чем-то в своей жизни, считая, что это от Бога. Все, что творится вокруг, все эти смерти, это рука Божья. Это не так. Скорее, это дело рук дьявола. Мы наловчились придумывать оправдания детским смертям. А я-то думал, как можно умудриться возложить ответственность за них на Бога? Господь восхотел насадить эти цветы в Своем цветнике. Вы это серьезно? А как насчет одержимости, когда бесы управляют человеком? И некому взять над ними власть. Да, но христиане тоже умирают. Все мы смертны. Но это не Бог их погубил. Не вините Бога. Бог не лишал их жизни. Да что вы понимаете, а кто же тогда забрал мою маму? Вашу маму погубила жареная курица. Ее погубило то, как она питалась. И Бог тут ни при чем. Бог никому не желает смерти. И если в Ветхом Завете Он мог стереть грешников с лица земли, в Новом Завете Бог никому не желает смерти. И все же некоторые из вас сидят и думают, я, конечно, все понимаю, но... но некоторых и убить не грех. Какая любовь. Бог никому не желает смерти, но хочет обратить к Себе весь мир, чтобы весь мир взирал на Иисуса, который стал искуплением за грехи мира. Откройте 2 Коринфянам. 5 главу, стих 19. Я прочитаю этот стих в расширенном переводе. Здесь сказано, потому что Бог, найдя Своё воплощение во Христе, примирил с Собою мир и вернул Свою благосклонность, Своё благоволение, не вменяя людям их преступлений, прегрешений, но отменяя их, и дал нам Слово примирения, восстановления в Его благоволении. Вот зачем Ему это было нужно. Он хотел, чтобы мы понимали, «Я вернул Вам Своё благоволение, Я не вменяю Вам греха, Я вменил нечестивому праведность». Откройте 1 Иоанна 2.2. 1 Иоанна 2.2. 2 стих. Здесь сказано, «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Не знаю, все ли Его примут, но то, что Он сделал, Он сделал для всех, для всего мира. То, что Он совершил на кресте, Он сделал не только ради прихожан церкви, но ради всех людей. Вопрос лишь в том, примут ли они то, что Он для них сделал. Примут ли ваши неверующие коллеги то, что приняли вы? Примут ли ваши соседи то, что приняли вы? Мне кажется, что наша с вами задача состоит в том, чтобы вызвать у них живой интерес к Иисусу на личном примере, чтобы им захотелось принять Христа. мне кажется, что это наша задача. Если то, что совершил Иисус, предназначалось всему миру, наша задача, как следует Его разрекламировать, став живым письмом. Тогда людям захочется стать похожими на нас. Но дело в том, что за последние два десятилетия люди все чаще избегают христиан, которые всегда готовы осуждать других людей, хотя на поверку оказывается, что они и сами поступают точно так же, как и те, кого они осуждают. Дело не в этом. Дело в том, что... Послушайте, Иисус заплатил за всех людей, однако вы почему-то считаете себя лучше других, вместо того, чтобы проявить к людям сострадание, как когда-то проявили сострадание к вам. Да, но они зажигают в клубах. А помните, как вы зажигали в клубах? Кадрили девчонок, выпивали. Теперь вам так трудно в этом признаться. Это мое личное дело, но и не надо. Мы и так все про вас знаем. Хорошо. Итак. И вот вы здесь. Вы пришли в церковь. Вы знаете, каково это. Вы помните, каково это прийти домой за полночь, сказать, «Привет!» Включи телевизор, а там горячий африканский парень проповедует о вере. Вы помните? Что я хочу сказать. С чего вы взяли, что достигли совершенства? Как быстро мы забыли, откуда пришли. Не забывайте, что тот же самый Бог, который долго и терпеливо ждал нас, пока мы курсировали из бара в церковь, тот же самый Бог терпит и ждет их, а наша задача – показать им их будущее, их перспективу, чтобы они понимали, то, где они сейчас, и то, где им еще только предстоит оказаться, это далеко не одно и то же, что им предстоит переход оттуда сюда. Я молюсь за вас. Я люблю вас. Я всегда буду рядом. Я познакомлю вас с Иисусом. Он все разрулит. Проблема в том, что мы берем на себя роль Духа Святого, этакого обличителя, вместо того, чтобы довериться Богу, что Он все сделает. Но, пастор, ты не понимаешь, я должен это сделать. Постойте-ка, вспомните, на что походила ваша жизнь, и ничего, Дух Святой справился. Почему вы думаете, что с ними будет иначе? Займитесь делом. Покажите им Иисуса и то, как сильно Он их любит. И люди к Нему потянутся. Та молоденькая девочка из клуба. Она только что из клуба. Она не одета. Я сам видел. Она не одета. Все, что у нее есть, это ее рабочая одежда. Обтягивающая, короткая и вызывающая. И вы хотите устроить ей выволочку. Пастор, нам надо поговорить. Давайте это обсудим. Что? Ей нельзя так одеваться? Неужели? У нее переходный период. И вместо того, чтобы говорить, Господи, помоги ей, скажите, Господи, помоги мне. И не смотрите, куда не надо. Научитесь различать, куда можно смотреть. А когда лучше отвернуться? Вы знаете, когда лучше не смотреть? Вы это знаете? Кто-то может сказать, но это же только одним глазком. Хотите, скажу, к чему это приведет? Вам захочется большего. А вы не можете себе это позволить. И вы заглядываетесь на то, что не можете себе позволить. В результате вы начинаете жить двойной жизнью. Что само по себе недопустимо и непозволительно. Хотя для некоторых из вас это давно стало реальностью, судя по тому, как вы на меня смотрите. Ой-ой. Видели бы вы себя? Вы хотите сказать, что мне вовсе не обязательно носить юбку до пят? И что я могу, наконец, накраситься? Мой муж двадцать лет как умер. Могу я, наконец, выйти замуж и не ловить на себе косые взгляды? Сестра, ты свободна. Я разрешаю вам снять этот ужасный балахон. Я разрешаю вам купить себе дорогую косметику. Займитесь собой. Любите себя. И если вы встретите кого-то, кто захочет разделить с вами остаток ваших дней, вы можете выйти за него замуж, и уже никто не назовет вас прелюбодейкой. Ну и ну. Вот это да. То послание, которое Бог дал нам для этого мира, это не послание о вечной каре за прегрешение. Нет. Это послание о том, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Наказание за грехи всего мира было на нем. Аминь. А вот каково Божье сердце и Божье желание. Деяние, 26 глава. О, Иисус! Аллилуйя! Деяние, 26, 18. Это Его желание. Это потрясающе. Это слова Иисуса. Он хочет открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и веруя в Иисуса получить прощение грехов и жребий с освященными. Он говорит, что это возможно через веру в Иисуса. Это Его желание. Другое дело, примут они это или нет. Но такова Его воля. И наша с вами задача состоит в том, чтобы пока есть время явить им Христа. Вы письмо Христово. А выбор есть всегда. Каждый человек волен выбирать, как он будет жить. Любой выбор несет в себе определенные риски и последствия. нам не нужно делать упор на том, что определенные решения влекут за собой Божью кару. Мы должны учить о кресте, который стал карой за грехи всего человечества. Да, мы должны предупреждать людей о возможных последствиях их поступков. Делайте это. Говорите с ними о пользе здорового образа жизни, о проблемах со здоровьем, о проблемах в семье, о проблемах с законом и тому подобное. Да, мы должны говорить с ними обо всем этом. Но давайте не будем называть это наказанием Господним. Что касается наказания, то все уже свершилось. Аминь. Пожалуй, на этом мы и закончим. В послании к евреям упоминается еще одна разновидность наказания, о которой стоит упомянуть, говоря о том, как Бог воспитывает своих детей. Причем в Синодальной Библии употребляется как раз-таки термин «наказание» или «наказание Господне». В некоторых кругах воспитание приравняли к наказанию. И даже в расширенном переводе это переведено как как наказание. По другой версии, Бог карает и лебечует тех, кого любят. Послушайте меня внимательно. Как же тогда Бог воспитывает своих детей? На словах. Он может вас укорить, сделать вам замечание, но для этого ему достаточно с вами поговорить. Понимаете? В этом смысле наказание – это не что иное, как наставление или исправление, когда он обращается к вам, чтобы научить, направить. Кто-то может сказать, «А как же трудности?» Да, Бог допускает трудности. Но почему? Потому что вы не захотели его слушать. А вы, слушав, не сделали. Ну и что ему оставалось делать? Он пытался с вами поговорить. Хотел оградить от трудностей. Но трудности – это лишь часть воспитательного процесса. Но Бог воспитывает нас не только через трудности. Он продолжает нас воспитывать и когда у нас все хорошо. Бог воспитывает нас без оглядки на прошлое, но с прицелом на будущее. Вы меня слышите? Бог воспитывает нас без оглядки на прошлое, но с прицелом на будущее. Поэтому, если вы сейчас оказались в трудной ситуации, подумайте, что Он хочет мне сказать. К чему Он меня готовит? Бог есть любовь. И Он не причинит вам боль. Но вы должны понимать, что это то, как Он вас воспитывает. Он говорит с нами. Говорит с нами, когда нам хорошо и когда нам плохо. И через это Он готовит нас к чему-то, что должно произойти в будущем. Божье призвание всегда предполагает подготовку. Он готовит вас к вашему призванию. И если вы думаете, что в один прекрасный день все это кончится, не надейтесь. Написано, что Он будет совершенствовать вас вплоть до дня своего возвращения. Раз за разом вы будете становиться лучше и лучше. Сегодня вы услышите радикальное послание, отличное от всего, что вы слышали раньше. Начну с того, что проще всего обвинить Бога во всем, что с нами случилось. При этом важно понимать, какую роль в нашей жизни играют другие факторы, будь то люди или обстоятельства. В любом фильме, помимо главных ролей, всегда есть и второстепенные. Я хочу, чтобы вы понимали, Бог не единственный, кто принимает в этом участие. В нашей жизни, помимо Бога, есть еще и другие действующие лица. Мир, люди, наш эгоизм и дьявол. Что бы ни случилось, мы тут же норовим обвинить во всем Бога, забывая о роли внешнего мира, забывая о своих желаниях, идеях и дьявола. Это особенно важно, если мы хотим научиться применять свою веру в то, что мы свободны от осуждения и наказания, чтобы мы понимали, что в нашей жизни участвует не только Бог, но есть ряд других факторов. Итак, представьте, что вы заболели, остались без работы, от вас ушла жена, в вашей жизни наступила черная полоса. В этот момент кто-то из ваших верующих друзей искренне пытается понять, почему Бог так с вами обошелся. Они смотрят на вас, на ваше злоключение, и диву даются, точь в точь, как было с Иовом. Мы поспешно приписываем Богу все, что с нами происходит, хотя Бог в этом не участвовал. Он в этом не участвовал. Приведу пример. Пьяный водитель врезался в чужую машину. В результате погиб маленький ребенок. Кто-то скажет, Бог дал, Бог взял. Вам доводилось это слышать? Да, я знаю, что все в Божьих руках, но Бог не был пьян в тот день. И очевидно, что это не Бог насмерть сбил ребенка. В этом мире злоупотребление алкоголем считается нормальным явлением. напиться, чтобы забыться. Душа просит праздника, а потом вы садитесь за руль в таком состоянии, полагая, что не делаете ничего предсудительного. Да, Бог допускает определенные обстоятельства в вашей жизни, при этом Он не является их инициатором. Он это допустил, но Он этого не делал. Бог никогда не проявляет в отношении нас жестокость. Он не причинит боль своим детям. Но, как любящий отец, Он утешает нас и всегда протянет руку помощи посреди земных невзгод, наполняя нас осознанием Его неослабевающей любви к нам. Бог любит нас. Скажите, «Я знаю, что Бог любит меня». Откройте послание к римлянам восьмую главу и прочитайте стихи с двадцать восьмого по двадцать девятый. Нашли? Хорошо. Двадцать восьмой стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Бог не является автором греха, не является автором страданий и смерти. Ой, вы знаете, «А ведь это Бог забрал мою маму». Нет, единственными людьми, кто заживо вознесся на небо, были Енох и Илья и Иисус. Вы меня понимаете? Но нам предстоит преодолеть существующие религиозные предрассудки. Бог использует все происходящее в этом мире как учебный полигон, и мы с каждым днем возрастаем, отражая характер нашего Господа Иисуса Христа. нам была дарована эта привилегия нести Божью славу. Это наше божественное предназначение, чтобы мы изо дня в день являли миру Божью славу. Вот к чему это должно привести. Но прежде нам предстоит уяснить, что Бог не причинит людям зла. Бог не причинит людям зла. Если вы думаете, что Бог причиняет вам боль, вы будете с этим мириться, считая, что это пришло от Бога. Но Бог не причинит людям зла. И только поняв, что это пришло не от Бога, вы этому воспротивитесь. Бог не причинит людям зла. Послание к Евреям 12, 2. Библия называет его начальником и совершителем нашей веры. Он есть начальник и совершитель нашей веры. Он не причиняет людям боль. Вспомните реакцию верующих на те несчастья, которые то и дело происходят в окружающем мире, на те из них, которые еще свежи в нашей памяти, 11 сентября в Нью-Йорке. В то время некоторые особо рьяные проповедники утверждали, что Бог сделал это, чтобы преподать гомосексуалистам урок. Ураган Катрина в Новом Орелиане. И тут же нашлись те, кто взял на себя смелость заявить, что Бог это допустил, чтобы покарать город за распущенность и за то, что они предавались чувственным наслаждениям. И теперь Он их точно накажет, потому что город погряз в грехе. 2010 год землетрясения на Гаити. Некоторые люди называли его возмездием, Божьей карой за их сделку с дьяволом. Нам постоянно приходится слышать подобные высказывания, вследствие чего у нас создается впечатление, что Бог только делает, что раздает подзатыльники. Многие из нас расценивают свои жизненные неурядицы как Божью кару. Если со мной что-то случилось несчастье, я воспринимаю это как наказание. Если я потерял работу, то это Бог меня наказал за то, что я мало молился, а если я заболел, это мне в наказание за то, что я не поехал на миссию и тому подобное. Религиозные штучки. Да подлинно известно, что курильщики увеличивают свои шансы заболеть раком легких. Не так ли? Но найдутся те, кто скажет, что через это Бог хочет обратить их к себе или смирить, чтобы затем употребить в своих целях. Вот почему они заболели. Да нет же. Просто они не следили за своим здоровьем, поэтому и заболели. Это целиком их вина, и Бог тут ни при чем. Принято считать, что различные увечья, различные болезни, равно как и жизненные трудности посылаются нам Богом в наказание за наши грехи. И вот к чему это привело. Всякий раз, когда мы слышим подобные высказывания, мы думаем, что Бог наказывает нас за наши грехи, что болезни, терроризм и разного рода лишения это Божья кара за наши грехи, за то, что мы плохо себя вели. Послушайте внимательно. Бог не посылает раковые заболевания, терроризм, природные катаклизмы в наказание за наши грехи. Кто-то хлопает, а кто-то говорит, «Я в это не верю. Уж я-то точно знаю, что Бог меня наказал». И тут же добавляют, «Я знаю, что я это заслужил». И пусть я буду неправ, но с Богом лучше не шутить. Как вы можете с такой уверенностью утверждать, что Бог наказывает вас за ваши грехи? Ведь Иисус Христос понес наказание за все наши грехи. На кресте Иисус понес наказание за наши грехи. Бог принес Своего Сына в жертву за наши грехи. Он принял наше наказание. Ничего не дается даром. За все приходится платить. Мы были осуждены за наши грехи. Наша вина была доказана. Нам вынесли смертный приговор. Иисус умер за нас. все имеет цену. Бог простил ваши грехи, потому что кто-то заплатил за них. Причина, почему вы не будете наказаны, когда оступитесь или согрешите, в том, что когда вы приняли новое рождение, вы вручили себя Иисусу. Иисус принял на себя то наказание, которое заслуживали вы. Он взял его на себя. Бог излил на Христа наказание за наши грехи. Поэтому сегодня у него больше не осталось наказания для меня. Кажется, вы не поняли. по эту сторону креста для Бога главное не наказать, а спасти. Я знаю, что это не популярно, но я хочу, чтобы вы знали правду. Когда вы увидите Иисуса, Он скажет вам то же самое. Не вешайте нос, нет. У Него больше не осталось наказания. Друзья, поймите, когда Иисус умер на кресте, послушайте, Бог не оплошал, послав Иисуса на смерть. Но когда мы слышим это послание, мы говорим, мне не верится, что Он простил все мои прошлые и настоящие и будущие грехи. Он заплатил за все наши грехи. Когда Он вернется в судный день, вы не придете на суд, как те, кто будет взят из ада и будет брошен в озеро огненное. Пусть вас это не тревожит. Чтобы попасть в огненное озеро, вам нужно сначала оказаться в аду, но вам это не грозит, потому что в один прекрасный день вы приняли Христа своим Господом и Спасителем. В этот момент вы приняли Божью благодать, Дух Святой вошел в вас и начал изменять и обновлять вас изнутри. Я не говорю, что теперь, когда вы не под законом, вы вольны пуститься во все тяжкие. Нет, нет. Отличие между жизнью по закону и жизнью по благодати состоит в том, что, живя по закону, вы придерживаетесь определенных записанных норм, определяющих, что такое хорошо, что такое плохо, когда все четко и ясно. Будучи ведомым Духом, вы следуете неописанным законам. Это другое качество жизни. Дух Святой, послушайте, благодать это не потакание греху. Когда у вас есть благодать, вам больше не захочется грешить. Дух Святой будет учить и наставлять вас. Он укажет вам на необходимость поставить на место то, что без спроса взял ваш ребенок. Он научит вас вести себя с людьми, улыбнись, не злись. Он побудит вас подойти и обнять своего мужа, которого вы, казалось бы, больше не любите. Пойди и обними его. Дух Святой научит вас тому, как не грешить и жить в святости, упражняясь в благочестии. Но осознание греха заставляет вас думать, что я говорю, можно грешить и все равно попасть в рай. Речь не об этом. Речь о том, чтобы позволить Духу Святому сделать то, что вам не по силам. Чтобы позволить Ему выработать в вас терпение, которое вам ну никак не давалось. Чтобы вы, наконец, осознали собственную несостоятельность и доверили Ему сделать то, что вам не по силам. Как вы собираетесь жить успешной христианской жизнью без Христа? Все, что вы когда-либо сможете достичь, вы достигли благодаря Ему. Да, но мы должны отвечать за свои грехи. Что вы такое говорите? Мы должны отвечать за свои грехи? Сейчас я покажу вам, на что это похоже. Единственное, чего вы заслуживаете за свои грехи, это смерть. Написано, «Возмездие за грех смерть». Аллилуйя! Иисус умер за ваши грехи, и тем самым избавил вас от необходимости ответить за свой грех. Он взял на себя ответственность за ваши грехи. И в наших глазах Он стал тем героем, который сумел соблюсти весь закон и заплатить полную цену. Я так рад, что не отвечаю за свои грехи, потому что если бы меня призвали к ответу за них, у меня не было бы шансов. Но Иисус заплатил за меня в ресторане, а мне остается только прийти и отлично поужинать. Наше служение состоит в том, чтобы пойти и сказать этому погибающему миру, послушай, приятель, ты, наверное, не знаешь, но твой ужин оплачен, приходи и ешь. Это наше призвание, пойти и рассказать всем, кто еще этого не знает, что их ужин оплачен, пойти и пригласить их на ужин. Все оплачено, а раз все оплачено, приходите и ешьте. Нельзя допустить, чтобы Иисус умер, сошел в преисподнюю, претерпел ужасные страдания, а я не воспользовался этим из-за своей религиозности. Вы знаете, мне не верится, что Он заплатил за все мои грехи. За что-то мне придется доплатить. Пожалуйста, запомните раз и навсегда, никакие ваши старания не сделают вас успешными в Божьих глазах. Без Христа мы Итак, с этим разобрались. Откройте Евангелие от Иоанна. Сейчас вы сами все увидите. Друзья, это и есть Евангелие. Мы живем в страхе наказания за грех, который уже оплачен. Дух Святой обновит вас. Он произведет в вас перемены. Он трудится в вас. Божья любовь совершает в вас свое действие. Теперь, когда вы приняли эту любовь, она сдерживает вас. Вы больше не хотите жить по-старому, сознавая всю величину его любви. Вы осознали, «Я Божий возлюбленный». Иоанна 12, 47. Вы только посмотрите. Иоанн Глиат Иоанна 12, 47. Кто нашел, скажите аминь. Давайте прочитаем 47 стих вместе в слух. Готовы? Читаем. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Для чего он пришел? Для чего он пришел? Но теперь уже мы, как церковь, начали взаимоотношения с Богом на религию и делаем то, чего Иисус никогда не делал. Вот почему ваши друзья и близкие не спешат идти в церковь, чувствуя на себе ваши осуждающие взгляды. Как будто вы сами без греха. Вместо того, чтобы рассказать им о том, как сильно Бог любит их, и как мы любим их, и хотим им помочь, не обращая внимания на их проступки, о том, что Бог простил их грехи, я хочу рассказать им о Боге, о Христе, о Святом Духе. Он изменит вашу жизнь и уподобит вас себе. Нет, мы этого не делаем. Вместо этого мы смотрим на них свысока своего привилегированного положения и говорим «Ты только посмотри на этих жалких, ничтожных, никчемных грешников. Они курят, пьют, живут в грехе. А ничего, что вы и сами так делали». Но все меняется, когда вы относитесь к людям с любовью, без осуждения и говорите «Ты знаешь, я люблю тебя. Я не могу с тобой выпить. Я не пойду в ночной клуб. Что значит «не могу»?» Можно перефразировать это так. «Я не хочу этого делать. Я стал другим человеком». Это не мое. Я могу пойти, но я буду не в своей тарелке. потому что Божья любовь сдерживает вас. Всякий раз, когда вам хочется дать слабину, вы думаете «Ну уж нет, Иисус умер за меня. Он принял мученическую смерть». Если вы думаете, что у Христа было несколько маленьких царапин, вы ошибаетесь. Написано, что Он был обезображен до неузнаваемости. Его невозможно было узнать. Он был изуродован. Его кости торчали наружу. Его избивали специальной плетью. Это был не просто маленький ремешок. Это была специальная плеть с острыми предметами на конце. При ударе она обматывалась вокруг тела и впитывалась в тело, вырывая куски мяса. Его лицо распухло от побоев. Он был избит до неузнаваемости. Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие. Он сполна заплатил за все ваши грехи. И вы пренебрегаете этим, когда говорите, «Я знаю, что Бог меня накажет». После того, что сделал Иисус, вместо того, чтобы принять этот дар и вкусить его благо. Представьте, что я купил вам машину, и я за нее заплатил. Купил страховку и все необходимое, а вы отказались принять подарок, потому что все эти годы ваша религия внушала вам, что вам нужно хорошо себя вести, что для того, чтобы увидеть Иисуса, нужно петь в церковном хоре или быть ашером. Да, мы ценим ваше участие в служении, но Иисус заплатил за вас и без этого. Я ненавижу религию. Она заставляет людей думать, что условием спасения является их хорошее поведение. Я ненавижу религию. Она порождает у людей иллюзию самодостаточности, что если они проявят усердие, Бог примет их. Я ненавижу религию, потому что она лишает мужчин и женщин возможности принять то, что Иисус приобрел для них. Кто-то может сказать, а что же это, если не религия? Христианство это взаимоотношения. Это личные взаимоотношения с Иисусом Христом. А вот когда ваше благословение зависит от неукоснительного соблюдения свода правил, это уже религия. Вы хотите сказать, что нам следует отказаться от любых правил и норм? Вот видите, вы меня не слушаете. Дух Святой, истинный джентльмен, и Ему важно ваше поведение. Что Бог хочет этим сказать? Вместо того, чтобы проводить свою жизнь за соблюдением бесконечных норм и постановлений, живите в общении со Святым Духом, и Он поведет вас по жизни, научит вас тому, что такое хорошо и что такое плохо. Он подскажет вам, куда пойти, что нужно сделать и как это сделать. Отложите свой список дел и доверьтесь Святому Духу, и Он произведет вас внутреннее преображение. Кто из вас помнит те бесконечные списки, которые мы составляли едва уверовав, чтобы угодить Богу? Молитва два часа, чтение Библии три часа, до конца дня привести к Богу двоих человек, посещение церкви три раза в неделю, а еще я пою в молодежном хоре, в мужском хоре, в хоре для пенсионеров, словом, наш пострел везде поспел. Кто из вас помнит то чувство, когда вы окончательно выдохлись, поняв, что не можете угодить Богу своими силами, я все делаю не так, я ничего не понимаю, что происходит? А Иисус отвечает, а кто тебя об этом просил? Если вы сами все можете, то я напрасно умирал на кресте и потерпел побои и посрамления. Я зря потратил время, садя в ад, где провел три дня и пострадал за вас. Если вы такие самостоятельные, то я умываю руки. Но я увидел, а вы все туда же? Ты посмотри, какая погода. Бог наказал нас за грехи. Вот уже шесть недель к ряду идут сильные снегопады. Боже мой, грядет судный день, Бог всех вас накажет, Он вам задаст. Приходишь в церковь, а там, ты грешник, Бог тебя накажет, ты получишь по заслугам грешник. Нет, это ты грешник, а я спасен. Возможно, я не безупречен, но если я буду жить по водительству духа и позволю ему менять меня, и если я буду слушать его голос, то я уже не буду поступать так, как раньше, живя по духу, а не по плоти. Видите ли, вы продолжаете наступать на одни и те же грабли. Одни и те же грабли. Слава Богу за Иисуса. Для меня это вовсе не повод жить так, как мне вздумается. Мне радостно того, что Иисус наконец-то исправит во мне то, над чем я работал столько времени. А Иисус придет и сделает то, что я пытался сделать, но не сумел. А теперь, когда я доверился Иисусу, я начал замечать перемены. Я стал мыслить иначе. Я изменился. Я уже не ругаюсь матом, как раньше. Бог мне помощник. И теперь я почти не сквернословлю. Спасибо, Господь. Но я тут ни при чем. В этом уникальность спасения. Написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился». Нет ничего, что вы могли бы сделать, чтобы заслужить спасение. «Ибо благодатью »